Видите ли, я играю в карты, веду большую игру. В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. Но как наберется у меня столько, чтобы можно было начать играть в банк, не могу удержаться. Остаюсь ни с чем и вынужден брать деньги из кассы журнала. Или у его кредиторов, чтобы опять поправиться. Это Николай Некрасов рассказывает Николаю Чернышевскому о том, как он заимствует деньги на игру в карты из кассы журнала «Современник». Азартные игры, настоящий бич русской литературы, даже такой мастодонт, как Белинский, не сбежал к артежной страсти. Авдотья Панаева вспоминала. Часов в десять приходил к нам играть в «Преферанс», которому очень пристрастился, сильно горячаясь за картами. Она же писала. «В начале 1870-х годов я видела Салтыкова, играющим в карты у одних наших общих знакомых. Он точно так же болезненно был раздражителен, бросал карты и так бранил своего партнера, как будто тот совершил что-то ужасное». Белинский, Салтыков-Щедрин, конечно же, Некрасов. Основные картежные баталии с его участием происходили в этом доме, где в то время размещался английский клуб. Он переехал сюда в 1869 году, когда домом владела Зинаида Николаевна Ясупова, которая, по словам великого князя Александра Михайловича, мужественно переносила тяготы своего громадного состояния. Авдотья Панаева очень не хотела, чтобы Некрасов стал членом английского клуба, понимая, как будет проводить там время Николай Алексеевич. Но Тургенев доказывал, что это необходимо, что Некрасову надо шлифоваться, то есть бывать в обществе. Таким образом он попадает в светские салоны, где есть светские дамы, источники вдохновения. Получи я завтра наследство, я сейчас бы тебе дал 10 тысяч на игру, подзадоривал коллегу Иван Сергеевич. От нашей паршивой литературы ждать, брат, нечего. И Некрасов потакал своей картежной страсти. Жил-добыл Петровский Игнатий Антонович, родом из дворян. Учился в Санкт-Петербургском университете, сидел в Петропавловке за участие в студенческих волнениях. Кстати, печатался в современнике. И застрелился 18 марта 1862 года. Из большой советской энциклопедии ничего более о нем мы не узнаем. А вот если верить Панаевой, причиной смерти Петровского были картежные дела Некрасова. У Николая Алексеевича, как у любого серьезного игрока, были свои приметы. Например, он считал, что потерпит неудачу, если выдаст гонорары своим журналистам в день, когда предстояла большая игра. Так, например, однажды Петровский выпросил у Некрасова денег, а вечером тот проиграл крупную сумму. И вот буквально вскоре Игнатий Петровский снова попросил аванс и предупредил, что если редактор современника откажет, то он совершит самоубийство. Некрасов отказал. На следующий день Чернышевский принес новость о том, что Петровский покончил с собой. Это известие шокировало Николая Алексеевича, но не отвратило его от игры в карты. А игра эта была причиной еще одного скандала, о котором пишет Панаева. Вскоре после отъезда Тургенева за границу в литературных кружках появились слухи о письме Огарева к Кавелину, в котором Некрасов обвиняется в том, что проиграл 30 тысяч денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не казалось странным, почему Огарев так долго молчал об этом? Его жена умерла в начале 50-х годов, а он только теперь, вдруг, ни с того ни с сего, нашел нужным огласить поступок Некрасова. Как можно умному человеку просидеть даже 10 минут за таким идиотским занятием, как карты? А он сидит по два и по три часа, говорил Достоевский, с каким-то озлоблением. Право, ничем не отличишь общество чиновников от литераторов. Тоже тупоумное препровождение времени. Ну, Федор Михайлович, может, в карты и не играл, зато на рулетке спустил денег немало. Воистину, азартные игры – бич классической русской литературы. А мы идем к дому номер 57.